Наконец-то весна. Можно сбросить шапки и пуховики, красиво одеться и пойти, например, на свидание. Вот только найти с кем пойти теперь стало труднее. Из Беларуси уже три недели как ушел Тиндер, самое популярное приложение для знакомств. В сегодняшнем аналитическом выпуске мы расскажем, как приложение с розовым огоньком в логотипе изменило нашу сексуальную и не только жизнь. Развеем некоторые мифы о Тиндере, узнаем, как это приложение сказалось на создании новых семей и рождении детей. И, наконец, разберемся в демографической проблеме, что влияет на решение беларусов вступить в брак и завести потомство. Я Алена Чернявская и давайте поставим друг другу лайк, если это для вас безопасно. И поехали! Итак, первый миф о Тиндере. Он имеет репутацию приложения для отношений без обязательств. Но исследования показывают, что это не так. Согласно данным Рост, 50% пользователей Тиндера ищут именно серьезных отношений. А по данным глобального исследования компании CloudWords, примерно 42% пользователей сайтов знакомств стремятся вступить в брак. Кстати, вы знали, что три четверти пользователей Тиндера – мужчины? А еще его нередко используют мошенники. Один из самых популярных документальных фильмов в истории Нетфликса – «Аферист из Тиндер» о том, как израильский мужчина использовал приложение, чтобы выманивать у женщин миллионы долларов. Он выдавал себя за сына израильского бриллиантового короля и при этом якобы постоянно попадал в передряги и находился в затруднительной ситуации. В результате его поймали и осудили, но отсидел он всего несколько месяцев. Хотя травмирующим опыт в Тиндере для кого-то может оказаться и просто из-за свайпа влево. В исследовании, опубликованном в журнале PNS Американской Академии Наук, говорится, что отказ стимулирует ту же часть мозга, что и физическая боль. Также активное использование Тиндера ученые связывают с пониженной самооценкой и депрессией. Мы обнаружили, что активное использование Тиндера независимо от пола пользователя сопровождалось повышением неудовлетворенности своим телом, критическим отношением к своим физическим недостаткам, отслеживанием изменений в теле, интернализацией общественных представлений о красоте, сравнением своего тела с телами других людей и превращением медиа в основной источник информации о внешности и привлекательности. Но не у всех. Все заканчивается грустно. Исследование ученых Хосе Артеги из Центра европейских экономических исследований и Филиппа Эрговича из Венского университета показало, что среди пар, познакомившихся в сети, показатели разводов ниже по сравнению с теми парами, которые встретились традиционным путем. Опрос британцев старше 30 лет, проведенный в 2021 году, показал, что из пар, которые вступили в брак с 2017 года, более четверти познакомились онлайн. Таким образом, знакомство через интернет стал самым популярным способом найти себе супруга или супругу, обогнав все другие способы. Через друзей, родственников в университете, баре и в других местах. В России вторую половинку нашел каждый четвертый пользователь сервисов для онлайн-знакомств. А 20% из них вступили в брак, если верить исследованию Biomore. При этом приложениями для онлайн-знакомств пользовались в прошлом году две трети россиян в возрасте от 18 до 35 лет. По Беларуси отдельного исследования мы не нашли. Но логично предположить, что и у нас дейтинг-сервисы при всех своих минусах в целом способствуют созданию семей. Как же уход Тиндера повлияет на демографическую ситуацию в Беларуси? Казалось бы, никак. Тиндер – популярное, но не единственное приложение для знакомств. Как минимум, существует множество российских аналогов, таких как Mamba, Taber, Love Planet и другие. Логично предположить, что теперь белорусские пользователи Тиндера перейдут на них. Но даже в России пользователи иностранных социальных сетей и сервисов не спешат переключаться на отечественные. После того, как в апреле 2022 года Bumble и Badoo запретили скачивание своих мобильных приложений в России, а Тиндер закрыл для россиян платные опции, эти дейтинг-платформы покинули до 4 миллионов человек. Но альтернативные российские платформы за два месяца приросли всего на 500 тысяч, сообщала газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Big Data MTS. Правда, непонятно, сколько человек до введения ограничений пользовались одновременно и российскими, и зарубежными приложениями. Ведь тогда, после нападения России на Украину, им не нужно было регистрироваться в отечественном. Они уже там были. То, что аудитория западных приложений как минимум не сразу переходит на российские аналоги в России, мы видим по соцсетям. После того, как в марте 2022 года в России признали экстремистскими и запретили Facebook и Instagram, их посещаемость сократилась более чем вдвое. Согласно данным Mediascope, месячный охват российского сегмента Facebook в октябре 2023 в сравнении с октябрем 2021 упал более чем на 23 миллиона человек, Инстаграма больше чем на 37 миллионов. При этом эта аудитория не перетекла целиком в российские соцсети. Вконтакте прирос на 13 с небольшим миллионов человек, а Одноклассники менее чем на 4 миллиона. Больше всего пользователей перешло в Телеграм, примерно 30 миллионов. Но даже если сплюсовать пользователей, которые пришли в Телеграм, Вконтакте и Одноклассники, это на 12 миллионов меньше, чем ушло из Фейсбука и Инстаграма. Кроме того, основатель Телеграма Павел Дуров призывал не называть приложение российским, так как у него нет серверов, разработчиков, юридических лиц, банковских счетов или офисов в этой стране. А в начале полномасштабного вторжения России в Украину он рассказал о своих украинских корнях и причинах, по которым закончилась его карьера в России. В 2013 году Российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть Россию. Именно то, что личные данные и переписка могут стать доступны ФСБ, а следовательно и белорусским силовикам, может стать серьезным фактором, удерживающим пользователей из Беларуси от регистрации в российских сервисах знакомств. Впрочем, найти свою половинку можно и в чатах знакомств в Телеграме и в группах, доступного пока в Беларуси фейсбука. Кстати, именно в закрытых группах в Фейсбуке стали знакомиться одинокие пакистанцы, после того, как власти запретили Тиндер в этой стране. Было бы желание, хотя желания вступать в брак и рожать детей у белорусов все меньше. Подытожим. На замену Тиндеру пользователи в Беларуси могут найти множество вариантов. Кто не хочет пользоваться российскими приложениями, в том числе по соображениям безопасности, может поэкспериментировать в специальных группах Фейсбука и Телеграма. Но, судя по российскому опыту, существенная доля пользователей может вообще на какое-то время перестать пользоваться услугами приложений для знакомств. И это может повлиять на интимную жизнь некоторых белорусов. А что касается демографической проблемы, ее корни гораздо более серьезные, чем уход или присутствие виртуальных помощников. Население в Беларуси стремительно сокращается. По официальным данным, только за 22-й год белорусов стало меньше на 55 тысяч человек. За 21-й почти на 100 тысяч. А за последние 30 лет на 1 миллион. Это связано с эмиграцией. Посмотрите наш выпуск на тему мифов о эмиграции. А также с демографической ямой. Сейчас детей заводят люди, родившиеся примерно 30 лет назад, когда рождаемость в стране резко упала. Самое пугающее, что в последние годы она снова резко снижается. И ситуация хуже, чем была в 90-е. В чем же причина? Одно из объяснений мы можем увидеть вот на этом графике. Смотрите. Кривая рождаемости на тысячу населения повторяет динамику кривой уровня зарплат. Только кривая рождаемости более плавная и меняет тренд с задержкой на год-два. То есть, когда зарплаты в стране росли, люди охотнее вступали в брак и спустя несколько месяцев решали завести детей. Еще через 9 месяцев ребенок появлялся на свет. Когда зарплаты падали, эти решения принимались реже. Так было раньше. Но тенденция изменилась. Последний раз зарплаты в Беларуси обвалились в 2015-16 годах. Вскоре начали расти снова. Но к увеличению количества браков и рождаемости это уже не привело. Рождаемость продолжала падать и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах. В 2020 власти засекретили статистику смертей рождаемости. Но издание «Зеркало», используя данные, которые Белстат продолжал публиковать в своих статистических сборниках, подсчитало, что в 2020 году родилось около 84 тысяч детей. Минус 5% к прошлому году. А в 2021 еще на 5000 меньше. Таким образом, на 1000 человек в 2020 году родилось 9 детей, а в 2021 – 8,5. Что же произошло? Почему рост зарплат перестал приводить к улучшению демографии, как это было в нулевых и начале десятых годов? Чтобы понять это, проведем небольшой экскурс в историю. В 90-х, когда развалился Советский Союз, белорусское правительство, которое состояло из советских чиновников, не спешило проводить реформы, и экономика переживала катастрофическое падение. В начале 90-х ВВП Беларуси сокращался в среднем на 10% в год. А цены, которые Беларусь платила за энергоносители, приблизились к мировым. Александр Лукашенко во время депутатской деятельности был одним из тех, кто настаивал на необходимости срочно провести рыночные реформы. Их результат не дал бы быстрого эффекта и был ориентирован на долгосрочный рост экономики. Однако, придя к власти, он выбрал стратегию с быстрой отдачей, и со второй половины 90-х Минск взял курс на интенсивную интеграцию с Россией. За углубленной интеграцией. Вас поддержать? Да. В феврале 95-го Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он предусматривал создание единого экономического пространства и отмену пограничного контроля. Спустя год еще один договор об образовании сообщества двух стран, которые позднее преобразовали в союз России и Беларуси. Российский газ стал поступать в Беларусь по льготным ценам. Уже в 96-м году его стоимость для нашей страны была почти вдвое ниже, чем для европейцев. При этом даже по этой цене Лукашенко за газ не платил, из года в год накапливая задолженность перед «Газпромом». Также Беларусь по внутрироссийским ценам покупала нефть, а полученные из нее нефтепродукты продавала на Запад, оставляя себе разницу между мировой ценой и льготной внутрироссийской. Кроме того, Лукашенко активно ездил по российским регионам и налаживал экономические связи на уровне местных властей. По оценке МВФ, именно агрессивный маркетинг белорусской продукции в России в совокупности с реальным обесцениванием белорусского рубля к российскому привели к росту экспорта в Россию. И это стало основным фактором экономического роста в Беларуси в 96-97 годах. После экономического кризиса 98-го года в России рост замедлился, но ненадолго. С начала нулевых стали резко повышаться мировые цены на газ, а с 2002 года начался продолжительный рост цен на нефть. Благодаря в том числе российским энергетическим дотациям с 2002 по 2008 год, белорусская экономика росла в среднем на 9% в год. Увеличивалось и количество браков, росла рождаемость. С середины нулевых Россия стала урезать нефтегазовые субсидии, а мировой финансовый кризис 2008 года спровоцировал обвал цен на энергоносители. Это отразилось и на белорусской экономике, и на демографии. Но вскоре позитивный тренд вернулся. После того, как Минск согласился на усиление интеграции в рамках таможенного союза, он получил льготные цены на российскую нефть. Кроме того, Беларусь начала стимулировать экономический рост международными кредитами. К середине десятых внешний госдолг Беларуси увеличился до 70% от ВВП, то есть до 40 миллиардов долларов с 4 миллиардов в начале нулевых. При том, что в международной практике допустимым принято считать уровень в 60%. Такой показатель прописан, например, в документах Евросоюза. Наращивать долги дальше стало опасно. В последующие годы размер внешнего долга оставался почти неизменным. В 2014 году произошел очередной обвал цен на нефть, вызванный сланцевым бумом в США. Это спровоцировало экономический кризис в России, а затем и в Беларуси. Экономика погрузилась в длительную стагнацию. К докризисному уровню она так и не вернулась по сей день. И хотя официальная средняя зарплата беларусов сегодня рекордная в долларовом выражении, люди, похоже, ощущают, что это может закончиться в любой момент, так как не подкреплено соответствующим экономическим ростом. Власти засекретили статистику смертей и рождаемости, но заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии Елена Гашкевич проговорилась в октябре прошлого года, что рождаемость в Беларуси продолжает падать на 10% ежегодно. Если говорить о сухой статистике, то мы имеем каждый год падение рождаемости приблизительно на 10%. И в 2019, и в 2020, и в 2021, и в 2022, и в 2023 мы ожидаем те же минус 10%. Экономисты МВФ и Всемирного банка считают, что для ускорения экономического роста Беларуси необходимо провести рыночные реформы. Тогда, если верить модели, которую мы построили, в беларусах должно снова проснуться желание решать и демографическую проблему при помощи приложений для свиданий или без них. Ставьте лайк этому видео, если для вас это будет безопасно, и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски аналитики. А с вами была Алена Чернявская, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!